Выведем факт, который почти был у нас на уроках, но, извините, так и не было. А это очень обидно, когда всю подготовительную работу сделали, а, собственно, саму красивую теорему мне доказали. Представьте себе, что у нас имеется число сочетаний и какое-нибудь простое число П. Пишем П. П. Простое число сочетаний. Из М плюс Н по М. Вопрос. На какую степень числа П делится? На какую наибольшую степень числа П делится это число сочетаний? Да? Очень хорошо. Мы это делаем для факториала. Я поэтому и говорю. Мы всю подготовительную работу сделали. Это правда. На этой доске напишу. Число К факториал делится на П в какой степени? Вспоминаем. Целая часть. Молодец. Из чего? Из К на К. К делить на П. Минус целая часть из К делить на К. Да. К делить на П куб и так далее. Правда, с какого-то момента знаменатель будет больше числителей, и поэтому просто все эти целые части будут равны нулю. Теперь вопрос. Если мы возьмем и рассмотрим такую функцию. С от К. Это сумма цифр П личной записи числа К. Вот это вот число оказывается очень легко выразить. К минус С от К делить на П минус 1. Это мы сейчас докажем. И оказывается, что число А тоже очень легко выразить. Потрясающая совершенно формула. Оказывается, надо взять сумму цифр числа М, сумму цифр числа Н, и вычесть из этого сумму цифр числа М плюс Н, и все это еще поделить на П минус 1. Вот этот факт мы сейчас должны доказать. И второй факт, который тоже очень симпатичный, теорема. Так, давайте, это у нас будет называться теорема 2. Потому что вот это будет у нас называться теорема 2. Теорема номер 1. количество переносов при сложении чисел М и Н в П личной системе. Вот если у вас число записано в системе, я не понимаю, что такое переноска, как его очень считать. Ну вот как считать, так и считать. Вот написано, как его считать. Считаешь сумму цифр числа М, считаешь сумму цифр числа М плюс Н. Нет, ну как, ответ должен как-то быть, через что-то быть выражен. Вот, итак, три утверждения. Все три, если честно, очевидны. Кроме как, все это принимали? Капусту никогда не ели. Снимаешь первый слой, второй слой, третий слой. Число, которое делится на П, пятый, оно будет учитываться 5 раз. А нам это и нужно, что нужно учесть, сколько вообще троха сильнее П. Хорошо. Посчитать, сколько честных чисел, 50 штук. Но этого еще не хватит. Еще надо добавить те, которые делятся на 4. Ну да, вот, 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 чисел на 4, получить 2 раз. Все, в один раз, восьмерку, в три раз. Садись, чтобы оно продолжить. Да, пожалуйста. Перепишем вот это равенство суммы. П, минус 1, плюс S от 1, плюс S от 1, равно K. Вот, запишем K в паичной записи. Плюс Z1, Z2. У меня предложение такое, не надо Z1, Z2. Давайте сделаем так, мы докажем для пятизначных чисел, а уж каждый, сам поймут, хорошо? Для примера, число K пятизначное. A, B, C, D, E. Пишем. K равно A, B, C, D, E. Так, теперь докажем, что это такое записи. Такое E. Нет, а зачем? Выписали, да и все. Пишите равно. Да. Надо и левую, и правую часть честно выписать. Сейчас. Катерик на 5 это так. Нет, не надо катерик на 5. Пишите. K равно. Не поленитесь, одну минуту поджать, и все. К равно по определению по яичной записи. А он может на 5 степени 4. Да, совершенно верно. Это все понимают. Плюс E. Плюс E, конечно. Теперь пишем. K делить на B равно. Целая часть. Целая часть из. Да. Это просто прямая проверка. А. В кубе. Да. Плюс BF квадрат. Плюс CF плюс D. Следующая строчка пошла. Да, да. Надо записать. Да. Потому что быстрее написать эти три строчки, и все поймут. Чем вы будете в абстрактном виде рассказывать, и потом не раскубаемся. Дальше надо писать. Куда деваться-то? Куда деваться? К делить на B куб, и К делить на B куб, и К делить на B куб. Конечно. Даметьте, что каждое следующее становится чуть-чуть короче, да? Чуть-чуть. Да. А вот следующий уже не будет. Потому что А меньше, чем П. А теперь смотрим, сколько раз такую сумку будет хи. Сюда она ни разу не вошла, а сумма цифр она вошла один раз. Соответственно, здесь она действительно окажется один раз. Все понимают? И слева и справа части она окажется один раз хи. Да, все правильно. Теперь то же самое надо проверить про D. Оно у нас вошло один раз. Вот здесь вот. D. P-1. И еще раз D. Сколько будет? Значит, с этой стороны P раз. Согласны? Как и надо. Здесь у нас D умножить на P-1. Да, да, да. Эта сумма это A плюс B плюс C плюс D плюс E. А это сумма вот этих вот. Да, хорошо. Про D проверили. Про C. Про C. Она встретится у нас здесь P раз и здесь один раз. То есть P плюс 1. Это P плюс 1 на P минус 1. Получится P квадрат минус 1. Еще один раз отсюда. Значит, здесь у нас P квадрат раз. Столько нам нужно. Да. Осталось еще две буквы. P. P. Это одно. P квадрат плюс P плюс 1. Умножить на P минус 1. То есть P куб минус 1. Все помнят эту формулу? P квадрат плюс P плюс 1. Умножаешь на P минус 1. Получаешь P куб минус 1. P минус 1 плюс так далее плюс 1. Умножить на P минус 1. Это P минус 1. Да. Ровно про этот разговор. И последний про букву A. Про букву A. Она встретится у нас P в Q. Плюс P квадрат плюс P. Плюс 1. Раз умножить все это на P минус 1. То есть P в четверг минус 1. Плюс еще один из этой. Поняли? И дальше механизм будет ровно такой. Первую в теореме доказания. Число сочетания из M плюс N по A. Это M плюс N кк. Делить на M кк. На N кк. Совершенно верно. Если сюда у нас число P входит X раз. Да, да, да. Туда Y раз, туда Z раз. То есть сюда в каноническую запись разложение на простые множители. Нет. Сюда входит X минус Z раз. Да. Все понимают? X раз оно есть в числителе. Y и Z раз в знаменателе. Значит надо X минус Y минус Z. Поэтому все, что от вас требуется. Написать вот эту вот формулу для X, для Y и для Z и все получится. Давайте. Для X такая штука. Да, совершенно верно. Да, знаменатель будет общий. Я пойму, кстати. Да, да, да. Да, да, да. Да, и наконец. Все понимают? N плюс S от N. Отлично. Получилось совершенно можно. Совершенно верно. Получилось ровно утверждение. А, вот. Вот эта штука для X, вот эта штука для Z. Ну, супер. Так, ну и последний удар. Почему из второго равенства очевидно следует третье? Потому что... Из второго равенства очевидно следует третье. Потому что что такое количество переносов? Когда у нас происходит перенос, сумма цифры уменьшается ровно на P минус 1. Представьте, что здесь две записи, и мы их потихонечку, начиная с последнего разряда, складываем. В тот момент, когда мы заменяем P на единицу, у нас сумма выписанных цифр уменьшается на P минус 1. Согласны? Что, подождите? Надо вспомнить, как мы складываем числа. Первый раз, первый раз классно. Не, в любом случае, в любом случае, в любом случае, в любом случае, у нас уменьшается, в результате этого переноса суммы цифры на 1. Во время операции, мы как бы набрали P и перенесли в следующий разряд, но уже в следующий разряд принесли, как единицу. А тут нет. Было у нас P, перенесли мы единицу. То есть, в результате уменьшилось на P минус 1. А значит, количество переносов это сумма всех цифр 2. Количество переносов умножить на P минус 1 это сумма всех цифр каждого слагаемого плюс, минус. Ну, это потерянная сумма. Да. Понимаете? Ну, просто вообще это к нашей серии не имеет отношения, в результате число это всегда количество переносов. И я начиню. Спасибо. Спасибо вам большое. Все правильно?